Неделя 33, литературное чтение. Приключение электроника. В раннем майском утром я подъехал к гостинице Дубки для конгресса кибернетиков. Я приехал из сибирского города Синегорска. Меня встретил директор Дубков, и он хотел помочь мне забрать мой огромный тяжелый чемодан. Он сам не смог, и так мы вместе занесли мой огромный чемодан в мой этаж. Они мне дали номер, который я всегда снимал. В комнате был приятный запах соснового леса. Директор сказал, что если я хочу поменять запах, я могу нажать на кнопку. У меня было такое хорошее настроение, что я не хотел изменить. Так я открыл окно и увидел, как заменился город. Я увидел много сосен, много цветов, зеленых кустов. На дороге были много разноцветных цветов. Так я отошел от окна и начал открывать свой чемодан. В чемодане лежал мальчик. Никто бы не подумал, что передо мной кибернетический мальчик. Я спросил электроник, как ты себя чувствуешь. Он ответил, мне хорошо, но чуть-чуть трясется. Так я сказал, чтобы он встал и сел на стул. Из-за куртки я взял электрическую вилку и вставил в розетку. «Ой!» – сказал электроник. Я сказал электронику чуть-чуть потерпеть и начал звонить. Я позвонил Александру Сергеевичу. Я сказал, что ему ждет сюрприз. Пока я разговаривал, я услышал голос электроника. Он говорил, я не хочу, я не могу. Когда звонок закончился, я посмотрел на электроника и хотел спросить, почему он капризничал. Но я не успел, потому что он встал из стула и быстро выпрыгнул из окна из-за второго этажа. Так я посмотрел, в какую розетку я положил электрическую вилку. И увидел, что я положил 220 вольтов. И так я понял, какую ошибку я совершил. Так я быстро оделся и быстро выбежал из гостиницы. Сел в такси и сказал шоферу ехать за мальчиком с синей курткой. Так начались приключения электроника.